В Беларуси изменяются правила приема в учреждении высшего и среднего специального образования. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Основными нововведениями является возможность дачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до трех резервных дней централизованного тестирования. Первый ребенок нового 2017 года родился в Сморгонском роддоме 1 января. Мальчика назвали Алексей. Съемочная группа ОКС-ТВ навестила счастливую маму и других роженец, дети которых появились на свет в новогодние дни. Подробнее в нашем сюжете. Первые часы нового 2017 года для медперсонала Акушерского отделения Сморгонской центральной районной больницы были спокойными. Будущие мамы, которые по самой важной причине в жизни встречали Новый год в стенах роддома, лишь слушали залпы салютов празднующих жителей и гостей города Сморгонии и принимали поздравления близких с зимними праздниками. Первый звонкий детский плач в отделении раздался к 23 часам вечера. Появился на свет первый ребенок 2017 года, мальчик, которого назвали Алексей. Своей маме он дал спокойно встретить Новый год в кругу семьи. В роддом новоиспеченная мама приехала на скорой помощи. Для 19-летней Вероники это долгожданный первенец. Сына назовем Юзин Алексей Александрович. Да, у меня первый ребенок. Рост 53 сантиметра, а вес 3520. Папа работает на заводе, электрогазосварщик. Моя в деревне работала поваром в семье. Нас все ждут, переживают. В первые дни Нового года в Акушерском отделении Сморгонской центральной районной больницы родились семь детей. Всего за 2016 год население Сморгонского района пополнилось на 668 новых жителей. Столько девочек и мальчиков появилось на свет. Эстафетную палочку первенцу 2017 года передал Даниил, который родился 29 декабря и стал последним ребенком уходящего 2016 года. Ростом он 50 сантиметров, весом 3,80. Ольга, мама Даниила, бой курантов отсчитывала в отделении уже вместе с сыном. Она уверена, что это самый желанный подарок на праздник. Тем более, что приходит она за кулечком счастья в Сморгонский роддом во второй раз. Ну, ждали, конечно. Как же по-другому. Это первый ребенок? Нет, это второй. А первый кто? Александр. Уже 7 лет почти. Александр здесь же рожали или нет? Да, здесь. Даниил кушает хорошо у нас. Спит, правда, днем только, а ночью мы гуляем. Ну, так, спокойный ребенок вроде, не сказать, что. Дает отдохнуть маме. Все хорошо, тепло, чисто, хорошо. Персонал очень хороший. Все такие приветливые, помощь, если вдруг надо, то очень сразу. Так что мы довольны. И папа, и бабушки, и дедушка приходил, и братик старший приходил. Все приходили. Как папа отреагировала на новогодний подарок? Ну, счастлив, конечно. Ждет домой скоро. И мамы, и малыши чувствуют себя хорошо. Очень хочется пожелать им здоровья, уверенных первых шагов и безоблачного будущего. Свой профессиональный праздник 5 января уже почти 20 лет подряд отмечают работники социальной сферы. Сегодня в Беларуси действует развитая система соцзащиты. В каждом населенном пункте основаны специальные учреждения, где люди пенсионного возраста, малоимущие, пострадавшие от насилия и других жизненных неприятностей могут получить квалифицированную помощь. В нашем городе островком надежды является территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом». Самые бескорыстные, чуткие, сердечные, добрые и милосердные работники социальной службы отметили свой профессиональный праздник 5 января. Особое место в системе социальной защиты отводится территориальным центрам социального обслуживания. Один из них под светлым названием «Теплый дом» функционирует на территории нашего района. В уютной обстановке Сморгонского центра культуры состоялось чествование работников социальной сферы. Подарить музыкальные и хореографические номера пришли участники кружков и клубов, которые открыты на базе территориального центра. День работников социальной защиты – это праздник людей, которые первыми принимают на себя проблемы других и помогают в их решении. Именно они работают с малообеспеченными гражданами, инвалидами и пенсионерами. Этот праздник касается практически каждого гражданина нашей республики. Сюда входят такие понятия, как охрана труда, занятость населения, выплата пенсий и пособий и, конечно же, социальная защита. Это то, чем занимается непосредственно наше учреждение, территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом». В нашем учреждении работают 91 социальный работник, которые выполняют ежедневный кропотливый труд, приходят в дом к нашим пожилым гражданам, одиноким, одинокопроживающим, инвалидам. То есть выполняют ту ежедневную работу, которая на первый взгляд может кому-то покажется и незначительной, но, тем не менее, без которой в основном все наши пожилые граждане не могут обойтись именно без этой посторонней помощи. Поэтому работа социального работника, она важна, она нужна. И не каждый человек, наверное, справится с этими обязанностями, потому что нужно иметь для этого огромное жизнелюбие, видеть потребности каждого пожилого человека в особенности, уметь его выслушать, уметь увидеть те проблемы, которые существуют у каждого на сегодняшний день. И для этого наша служба и есть, и работает, и пытается ежедневно помогать и вносить свой вклад для пользы общества. Обеспечить поддержку тем, кто в силу своего социально-экономического положения не может полноценно участвовать в общественной жизни, а также помочь гражданам, которые по возрастному показателю уже не могут самостоятельно обеспечить себе надлежащие условия жизни, являются основными задачами территориального центра «Теплый дом». В этом году наш территориальный центр выполнил все доведенные показатели. У нас на сегодняшний день на обслуживании находятся 790 человек. Из них 150 человек одиноких граждан, 5 ветеранов Великой Отечественной войны и 48 одиноких инвалидов первой и второй группы. Еще у нас расширяется такая служба, как предоставление услуг сиделки. На сегодняшний день, то есть за истекший период 2016 года, этой услугой воспользовались 16 человек. Также у нас работает такое направление деятельности, как предоставление услуг няни. Этой услугой за 2016 год воспользовались около 6 человек. Для пожилых людей, которые еще полны сил, жизнелюбия, активные, у нас работает отделение для дневного пребывания пожилых граждан. Это отделение предоставляет широкий спектр услуг. У нас на сегодняшний день работает 13 кружков, 5 клубов. Огромной популярностью пользуется такое направление, как экскурсионная деятельность. То есть за последние годы наши пожилые люди имели возможность побывать не только в каких-то уголках Сморгонщины и Республики Беларусь, но также выезжали неоднократно за пределы Республики Беларусь. Повод для встречи – весомый, замечательный праздник. Гости собрались, чтобы и время хорошо провести, пообщаться и отдохнуть душой, и проверить уровень профессионального мастерства. Для посвятивших свою жизнь профессии социальный работник профессии «Творить добро» была подготовлена интеллектуальная викторина. В знании и тонкости своей работы состязались две команды. На праздничном мероприятии в адрес тружеников социальной сферы звучали поздравления и особые слова благодарности. Я очень высоко, честно скажу, ценю, с большим уважением отношусь к вашей специальности. Почему? Потому что зачастую вы последняя надежда тех людей, которые попали в достаточно тяжелые условия. Будь то это одинокие старики, или иногда даже, как это ни парадоксально звучит, те, у которых есть даже дети. Но дети такие, что, к сожалению, государству в вашем лице приходится брать на себя всю ответственность за этих людей. И то, что мне приходится видеть, когда посещаю где-то сельские советы, посещаю некоторые отдельные, скажем так, жилища, домовладения, вижу, что только благодаря вам у некоторых старичков есть какая-то надежда. И эта надежда, она дает им возможность быть уверенным в завтрашние дни и, скажем так, соответственно, продлить их дни, продлить их жизнь. Плюс ко всему, большое внимание теплый дом уделяет вопросам инвалидов. Не только старики, достаточно моих граммах, тоже люди, которые попали в достаточно тяжелые жизненные ситуации, которым недоступны все те радости жизни, которые для обычных людей, ну, которых, скажем так, Бог миловал. Спасибо и за это. Милосердие, сострадание, душевная теплота – без этих качеств невозможно представить человеком данной профессии. Нелегкая работа в сфере соцзащиты связана с огромной ответственностью. Ведь от выполнения социальных гарантий во многом зависит жизнь людей. Отделение социальной помощи на дому, оно является как бы самым основным. Оно изначально, когда зарождалась только служба, было именно отделение социальной помощи на дому. То есть это то отделение, которое непосредственно оказывает услуги на дому гражданам, которые в меру своего возраста, состояния здоровья, нуждаются в посторонней помощи. И наше отделение создавалось для того, чтобы как можно дольше продлить пребывание человека в своих нормальных домашних условиях. Потому что иногда бывает так, что человек в связи со снижением двигательной активности, он не может вообще ухаживать за собой. И даже такие элементарные вещи, как доставка дров из хранилища, принести воды где-то, дров, продукты из магазина. Для этого нужен человек, который может осуществлять связь вот этого человека, старого человека с внешним миром. И поэтому вот создавались такие отделения. «Сложная и столь необходимая людям работа требует не только знаний и квалификаций, но и таких человеческих качеств, как чуткость и внимание», рассказала социальный работник Антонина Ташлык. У нее 11 подопечных. Душевное тепло и преданность своему делу помогают нести этой улыбчивой женщине нелегкую вахту, милосердие и добра вот уже 26 лет. Все сотрудники отделения работают с полной отдачей, их ждут, им доверяют, на них надеются. Работу свою очень люблю. Пришла из производства сюда сразу, как-то так казалось, после производства легкая очень работа. Люблю за то, что общаюсь с людьми пожилого возраста и доставляешь радость, доставляю им как-то своим вниманием, заботой. Вы знаете, за эти годы, что вот про работу уже, у меня есть люди, которые, я начинала с ними работать. Вообще они стали уже родными, родными. Приходишь, как-то вот заболел человек, заботишься, вот даже позвонить, вот съездили к врачу, там что написали, что сказали. Ну, конечно, становятся родными уже как свой человек. Люди, в основном, все инвалиды второй группы, есть вот у меня инвалиды первой группы. Ну, так, очень хорошие люди. Как-то учишься, у них опыта набираешься. Есть, конечно, и проблемы, но все равно больше позитива в этой работе у нас. Я же говорю, что встречают вот люди с радостью и доставляют и нам это вот радость, то, что ты видишь, что человек именно нуждается в нашей помощи, нашей заботе. Празднование Дня социального работника – добрая традиция и знак признательности, достойного внимания к людям, наделенным особой миссией – помогать и защищать. Наряду с концертной и игровой программами многим работникам социальной сферы были вручены заслуженные грамоты и благодарственные письма за их нелегкий и благородный труд. В этот профессиональный праздник всем коллегам, которые задействованы в этой социальной сфере, я хочу пожелать в первую очередь здоровья. Это такой основополагающий фактор. Также благополучие в семье. Если у каждого в семье будет порядок, будет царить любовь, гармония, то я думаю, что мы все тоже на свои рабочие места будем приходить с приподнятым настроением и это настроение будем нести людям. Рождественские пасхальные концерты по сложившейся традиции ежегодно проходят в Сморгонии уже много лет. Этот год не стал исключением. Праздничный рождественский концерт для жителей города Сморгонии прошел в минувшее воскресенье в районном центре культуры. Отмечать вместе Рождество и Пасху стало традицией для воспитанников воскресной школы храма преображения Господня в Сморгонии. Душевный праздник, оставив за дверями центра все будничные заботы, стал местом веселья, любви и радости. Слышите, слышите колокольный звон, Нам большую радость возвещает. Он, Христос, рождается, прославьте. Христос в небес его встречайте. 7 января весь православный мир отметил Рождество Христово. Во всех храмах в этот день совершились торжественные богослужения. По традиции в Сморгонском районе в рождественские дни проводятся праздничные представления и концерты. 8 января в Сморгонском центре культуры сверкали огни, было шумно и весело. Много нарядных детей и радостно улыбающихся взрослых. Рождественский концерт никого не оставил равнодушным. Гостям праздника была представлена большая рождественская программа, которую подготовили воспитанники воскресной школы храма Преображения Господня. Ребята с большой ответственностью и душевным трепетом готовились к светлому мероприятию. Это светлый праздник Рождества, который дома все собираются. Начинается рождественский обед, ужин, веселье. Хорошо. Идет ченочная служба, которая посвящается службе Богу, Христу. Мы просим у него помощи, чтобы он нам помог во всех начинаниях. Рождество Христово – это очень светлый праздник, который приносит много радости, добра и всего такого волшебного. Готовились мы усердно. Какая бесчисленная репетиция. Это ведь очень ответственный праздник не только для нас, но и для всего храма. На концерте вы увидите много чего интересного. У нас будет много номеров танцевальных, много сценок от воскресной школы, детей помладше, детей постарше. Также будет выступать наш хор «Лучик». Это очень почетно, это большая благодать, то, что сам Владыка будет смотреть наш концерт. Сегодня большой-большой праздник Рождества Христово. А что у меня сегодня этот праздник? Очень много радости, веселья. Я буду петь, танцевать, рассказывать стишок. Украшением концерта стали театральные постановки воспитанников, хореографические композиции и выступления хора «Лучик». Зрители смогли увидеть красочную программу – от праздничных богослужебных песнопений до театральных духовных произведений. Яркое убранство сцены, улыбающиеся лица выступающих, присутствие почетных гостей, легкая праздничная суета родителей наполняли атмосферу радостным настроением, придавая рождественской встрече ощущение большого семейного праздника. В значимый для всех православных верующих праздник к детям, их наставникам и родителям с поздравлениями и словами духовного наставления обратился епископ Лицкий и Сморгонский Владыка Порфирий. Знаете, этот праздник, вот он связан с детством, многие вспоминают свое детство, вот, и, как мы знаем из событий истории, что именно Богомладенец Христос, он пришел как простой ребенок в этот мир, причем так неприметно, в яслях до скота, там, где прятали пастухи животных от непогоды, от стужи. И Бог, который казался, он неприступен для человека, он вот рядом с нами. Это великая тайна, которая непостижима для человеческого ума, вот насколько все-таки Господь полюбил человека, насколько Он любит свое создание. И вот, конечно же, очень важно, чтобы мы ценили вот эту любовь и своей жизнью отвечали. Конечно, Господь, Он, как человек, прожил человеческую жизнь, Он знает все трудности, все испытания, которые могут постигнуть человека. И Он, конечно, снисходительно к нему относится. Он особенно любит молодых людей, потому что молодому возрасту свойственно, такое стремление, целеустремленность, очень многие планы в них реализованные. Но очень важно молодому человеку помнить, что мудрость, она рождается не из книг, а из глубины человеческого опыта, жизненного опыта. И вот очень важно молодым людям прислушиваться и к старшему поколению. Ну и, конечно же, стараться читать Священное Писание, потому что Христос, Он оставил книгу жизни. Именно Священное Писание, Евангелие показывает человеку, к чему надо стремиться и что является истинным, особо подчеркнул Владыка Порфирий. Вот я хотел бы в эти дни радостные, светлые, великие дни пожелать всем крепости, сил. И знаете, тоже Священное Писание нам говорит такой прекрасный есть там призыв. Там есть слова такие «радуйтесь». Вот я желаю, чтобы вы помнили эти слова, потому что мы часто говорим о каких-то испытаниях, скорбях, но вот это слово мы иногда забываем. Радуйтесь, да? Вот радуйтесь. Христианин, который понимает, в чем смысл человеческой жизни, понимает, что он призван к бессмертнию, блаженной жизни с Богом, он должен постоянно радоваться. И вот этой радостью я желаю, чтобы вы зажигали сердца людей, тех, которые еще не знают Бога, еще, может, где-то далеки от Бога. Поэтому с праздником и много счастья, лета и благой жизни во всех ваших путях. Время концерта пролетело на одном дыхании. Участники одаривали зрителей хорошим настроением, весельем и теплом. Зал же, в свою очередь, не скупился на аплодисменты. Можно с уверенностью сказать, что рождественский концерт прошел по-особому счастливо и торжественно. Потому что нет на свете больше радости, чем делиться со своими ближними добром и самой светлой частичкой своего сердца – любовью. О Боже, о Боже, помилуй, помилуй, прости меня, спаси меня, укрой за мою. Обычные рождественские дни – это время, посвященное духовной жизни. Время на деле поучиться любви и милосердию. После концерта священнослужители и представители руководства района с подарками наведались в детский приют и больницу сестринского ухода. В небо звездам служащий, звездою муча пусяк. Тебе кланяйтесь, солнцу правды, и тебе ведите, и тебе ведите с высоты Востока. С высоты Востока, Господи, слава Тебе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В среду 11 января в ночные часы температура воздуха ожидается минус 11, минус 13. Днем столбики термометров покажут 6-8 градусов мороза. В утренние часы местами по району не исключен слабый снег. Ветер юго-западный умеренный. В четверг, 12 января, территория Сморгонского района окажется во власти фронтального раздела, смещающегося с Запада Европой. В ночные часы сохранится морозная погода, минус 8, минус 10. Днем температура воздуха повысится до минус 1, минус 3 градусов мороза. Ожидается увеличение облачности, велика вероятность снега. Ветер южный порывистый. На этом наш выпуск завершен. Мне остается с вами только попрощаться. Будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова